Сегодня в выпуске подробности заседания дискуссионного круглого стола городского слета детских общественных организаций и итоги ежегодного конкурса чтецов приуроченного к юбилею Великой Победы. 20 ноября в молодежном центре состоялся дискуссионный круглый стол на тему профилактика групповых нарушений общественного порядка и экстремистских проявлений с участием детей, подростков и молодежи. В работе круглого стола приняли участие руководители и заместители общественных объединений и организаций, молодежных советов предприятий города, представители администрации, органов прокуратуры, управления Федеральной службы безопасности, отдела Министерства внутренних дел по городу Десногорску, органа опеки и попечительства Комитета по образованию, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Со словами приветствия к участникам и обозначением проблем выступили Максим Николаевич Иванов, управляющий делами администрации муниципального образования город Десногорск, Руслан Николаевич Олейников, начальник полиции ОМВД России по городу Десногорску и Алексей Сергеевич Колокольцев, прокурор Десногорска. Не секрет, что экстемические проявления, в том числе среди молодежи, наиболее подвержены внешнему влиянию различных факторов, имеют места и ширится. Мы должны противопоставить, во-первых, наше внимание к молодежным проблемам, наше внимание непосредственно к этим подрастающим поколениям, ну и жесткий заслон со стороны Северногорска. О деятельности Управления Федеральной службы безопасности России по городу Десногорску рассказал оперуполномоченный Дмитрий Владимирович Писенко. Нарушение общественного порядка и экстремизм – это большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное общество. Одним из ключевых направлений борьбы является профилактика. Об этом рассказал Николай Иванович Гурченков, начальник уголовного розыска ОМВД России по городу Десногорску. О профилактике безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних и пресечении фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий говорила Светлана Вячеславовна Романова, старший инспектор ПДН ОМВД России по городу Десногорску. Людмила Егоровна Вендикова, специалист Органа опеки и попечительства Комитета по образованию, представила участникам Круглого стола презентацию «Организация работы с семьями, находящимися в социально опасном положении» и выступила с докладом на тему «Семейное неблагополучие и его профилактика». Подводя итоги работы дискуссионного Круглого стола, Елена Анатольевна Ренёва, специалист Комитета по культуре и молодёжной политике, отметила, что профилактика – одно из наиболее важных дел нашего общества. И только совместная работа – залог успеха в борьбе с беспризорностью, безнадзорностью, преступлениями, нарушениями общественного порядка, экстремизмом и терроризмом. Звучали разные мнения и пожелания, но на это нужно сказать одно. И, наверное, мы в этом едины с вами, что дело профилактики всех вышеперечисленных проблем и правонарушений, и бестонзорности, и беспризорности, и экстремизм, и терроризм – это наше общее с вами дело. И здесь нужна, конечно, совместная работа. Для дальнейшей совместной работы участниками Круглого стола была принята резолюция. Я хочу поблагодарить всех, кто присутствует сегодня за нашим круглом столом, за каждое высказанное вами мнение, которое, поверьте, неоценимо для нашей работы. Отдельное слово благодарности я всегда говорю, говорила и буду говорить нашим руководителям общественного, которые в свое личное время совершенно бесплатно на общественных началах ведут большую, огромную работу. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Дети Десногорска хорошо знают историю строительства Смоленской атомной электростанции и Атомграда. В школах города организована шефская работа с первостроителями. В рамках празднования 40-го юбилея города 19 ноября в школе номер 2 состоялся городской слет детских общественных организаций. Мы потомки первостроителей Десногорска. Сегодня мы приветствуем всех неравнодушных к жизни и делам нашего города, ответственных за судьбу нашей малой родины, увлеченных детским движением и его поддержкой на слете. Мы потомки первостроителей Десногорска. На данном мероприятии каждая общественная организация школ города представила свои работы, связанные с историей города. Ребята собирают материалы о первых строителях, пишут о истории города-рефераты, защищают проекты, связанные с будущим Атомграда, а также участвуют во всеразличных конкурсах. Привет, девчонки! Привет, мальчишки! И очень серьезные! И шалунички! Маленькие и рослые! Здравствуйте, товарищи взрослые! Всем привет заговорим! И представиться хотим! Следопытом молодая смена! Выступает здесь, на этой сцене! Вас приветствует детская общественная организация средней школы номер 4. Следопыт! Так, привет! Ищем то, что неизвестно! Это очень интересно! Первостроители Десногорска – это не только люди, которые заложили первый кирпич и возвели здание. Это и первые учителя, медработники, музыканты и библиотекари. Все те, кто внес большой вклад в процветание города. На слёте присутствовали представители комитета по образованию, ветераны-строители и ветераны педагогического труда. Действительно, каждый праздник, каждое какое-то событие в первой школе, нас ветеранов оповещают, приходят домой, приносят замечательные поздравления в стихах, с подарками. И поэтому мы согреты Тимуровцами первой школы. Старость, конечно, это одиночное плавание, но наши Тимуровцы помогают нам плыть по этому безбрежному океану и чувствовать себя, как улица в строю. Выступления ребят были содержательные и объёмные. Наши потомки растут благодарными, а это говорит о том, что у Десногорска есть будущее и нам есть чем гордиться. 12 ноября в Доме детского творчества состоялся традиционный ежегодный городской конкурс чтецов «Память сердца», приуроченный к 70-летию Великой Победы. Ребята на конкурсе декламировали стихи о Великой Отечественной войне. Предпочтение было отдано произведениям таких авторов, как Наровчатов, Луконин, Львов, Межиров, Друнина, Ахматова и другие. Стихи о войне суровые, в них видны все чувства, эмоции и переживания человека. Читать такое произведение нелегко, но ребята показали своё мастерство. Я не привыкла, чтоб меня жалели. Я тем гордилась, что среди огня мужчины в окровавленных шинелях на помощь свали девушку. Меня. Но в этот вечер мирный, летний, белый, припоминать было и не хочу, и девушкой растерянной, несмелой, я припадаю к твоему плечу. Мы стояли у Москвы реки, лёгкий ветер платьем шелестел. Почему-то вдруг из-под руки на меня ты странно посмотрел. Так порой на чужих глядят, посмотрел и улыбнулся мне. Ну какой же из тебя солдат? Как была ты права на войне? Неужели спала ты на снегу автомат пристроив в головах? Я тебя представить не могу в стоптанных солдатских сапогах. Я же вечер вспомнила другой. Миномёты били, подал снег. И сказал мне тихо, дорогой, на тебя похожий человек. Вот лежим и мёрзнем на снегу, будто и не жили в городах. Я тебя представить не могу в туфлях на высоких каблуках. Конкурс проходил в двух номинациях – учащиеся 7-9 классов и учащиеся 10-11 классов. Определить победителей было сложно. Ребята подготовились серьёзно. В номинации 10-11 классы победителями стали первое место Полина Шубина, второе место Дарья Замараева и третье место Марина Новикова. Все эти ребята – воспитанники детского театра «Гном», руководитель Даня Макарова. Номинации учащиеся 7-9 классы места распределились следующим образом. Первое место Иван Сашенков, средняя школа номер 4. Второе место Даниил Макшаков, средняя школа номер 3. И третье место Максим Дворецкий, учащийся средней школы номер 2. Здесь каждый, кто показывал своё творчество, выразил своё отношение к войне. Есть, конечно, кое-какие моменты связаны чисто с техническими, скажем так, проблемами, потому что пять раз подручало одно произведение, трижды другое, но каждый вложил в него душу. Это очень-очень хорошо и приятно. Почему я бы сказал о фронтовиках? Понимаете, наши фронтовики всё равно немножко со скептизмом относятся к нашим поколениям, даже к моему, хотя их на них всё там лет на 20 помоложе, а к последующим уже потяжелее. Вот если бы они это всё услышали, они бы поняли, что есть молодые люди, есть совсем маленькие люди, которые знают войну, понимают её по-своему и любят свою Родину. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова